У нас в гостях писатель Игорь Маранин. В 2011 году его книга «Мифосибирск» вошла в топ-10 самых продаваемых по версии двух книжных магазинов города. Тема истории и тайн города выбрана неспроста. Игорь Маранин, историк, закончил Новосибирский государственный педагогический университет, работал главным библиографом, а сегодня речь пойдет о новых тайнах нашего города в книге «Город Вестерн». Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях писатель Игорь Маранин. Здравствуйте! Мы рады вас видеть. Вот я знаю, что книга «Мифосибирск» предыдущая в топ-10 самых продаваемых вошла по версии двух магазинов. Но, как выяснилось, вот это не продолжение «Мифосибирска», а отдельная история. Это первая книга из целого цикла, которую мы пишем вместе с Константином Асеевым. Цикл мы назвали «Пять исчезнувших городов», а пяти разных исчезнувших в Новосибирсках. А это самым первым и называется она «Город Вестерн». Это построено на документальной все-таки литературе, да, на каких-то реальных фактах? Да, все, что здесь включено, это, значит, из старых газет, из старых книг, из старых воспоминаний. И, то есть, это действительно документальная, реальная история. Давайте теперь тогда во всем по порядку о самых интересных моментах. Вот, например, принято считать, что Новосибирск – это город ссыльных людей, да, так скажем, что они его основали. Так ли это на самом деле? Нет. Вы знаете, вот, как бы мы говорим о пяти городах в этой книге, но мы говорим, как бы, еще и о том, что было, вот, в первой книге большой раздел посвящено тому, что было до города. Мы это называем нулевым городом, вот, это Кривощоковская область. Так, во всей Кривощоковской области, согласно статистике, проживало всего трое ссыльных. Вот. Одна семейная пара в одной деревне, вот, кажется, еврейская. И, значит, один гражданин, о котором мало что известно, только статистическое его наличие, и все. То есть, ссыльных здесь не было на этой территории, на нашей. Угу. Ну, всегда, мне кажется, когда готовишь такую книгу, сталкиваешься с открытиями. Вот лично для вас, что вы для себя открыли интересного, удивительного, чего вы раньше не знали? Вы знаете, я много для себя открыл интересного, удивительного, особенно, здесь есть и удивительный факт, вот, первое крушение поезда, оно произошло еще до того, как наш мост построили. Он был в данный момент. Потому что моста, наверное, не было, поэтому и ехал. Нет, оно не доехал, просто паровоз. Вот, это была интереснейшая история. Мы ее по томским газетам восстановили здесь. Ну, расскажите. Опубликовали. Ну, она длинная, я думаю, ее прочитаю. Ну, хотя бы в край. Я просто скажу, что, значит, поезд, он, оно из-за размытия путей, вот, произошла авария, поезд вез 4 вагона, они тогда маленькие вагоны ходили. И в последнем вагоне, значит, везли заключенных. Вот, то есть, это были убийцы, насильники, грабители. И вот, когда поезд сошел с рельс, единственный вагон, который остался целым и закрытым, это вот вагон с убийцами, да, и с уголовниками. И вот в ночи между Татарском и Карачи, станцией Карачи, вот, не зная, что делать, ни мобильных телефонов, ни связи, ничего, и целый вагон уголовников. Вот это вот достаточно такая увлекательная история. Я с удивлением обнаружил, что первый рассказ художественный, который был написан, действие которого происходило на территории нашего города, это рассказ ужасов. О том, как, значит, артисты, проезжие, значит, ночью перебираются с вокзала, с нашего, да, пристани, вот, с перестрелками, с погонями и так далее, со всякими такими страшилками. Вот. Но более всего, знаете, меня поражают вот такие детальки какие-то, которые совершенно малозначимы, но они, может быть, не несут какой-то такой исторической важности, да, но они характеризуют вот, как бы, человека... Вот, 19-й год, октябрь, значит, два месяца до освобождения города большевиками, голод, значит, там есть нечего, холода уже наступает, тиф. И вот представьте, значит, газета, значит, открываю, вот это вот октябрь 19-го года, в городе стреляют, тиф, значит, голод, и объявление, вывожу тараканов, с урчательством. Вот человек вот в это время, когда, значит, даже других не пускали наоборот, на порог боясь заразиться, у него был заработок, выводят тараканов. Вот эти вот такие вот детальки. Ну, значит, пользовался, наверное, спросил. Вот это неизвестно, но мы даже это объявление разместили для... Вот, наверное, потому что... Вот сейчас такую нерадужную картину описали, наверное, поэтому и первый рассказ был ужасом. Вот как вы считаете, все-таки люди делают город, да, или город как-то исправляют под себя человека, делают? Вы знаете, я думаю, это взаимосвязанный процесс. Во-первых, у нас город вечных понаехавших. Вот мы говорим о пяти городах. Вообще, это наш такой концептуальный подход, да. Вот мы считаем, что у Новосибирска не было единой истории, которая бы перетекала из одного... История единого города. Была история разных городов. И эти города... Одни города умирали, на их месте появлялись другие. Конечно, это вот не одномоментный процесс, а такой растянутый во времени, но тем не менее. И связано это было как с объективными обстоятельствами, то есть с добавлением каких-то градообразующих функций. Вот стал... Переехал сюда, в Сибирь, в Кум, с сибирской власти. Город стал столицей. Он перевез там от 13 до 20 тысяч чиновников и прочие обслуги, и сильно изменилось. Вот, люди. Переехали люди в эвакуацию. То есть сменился, значит, состав. Принесли новую ментальность, стали переделывать... Давайте... Эта тема очень интересная, об этом мы поговорим немножечко подробнее. Я думаю, это заслуживает того, да. А пока ненадолго прервемся на новости. А после уже продолжим нашу увлекательную беседу. Писатель Игорь Маранин представляет свою новую книгу, над которой работал вместе с Константином Осиевым. Авторы считают, что современному Новосибирску предшествовало пять городов. И первый был город Вестерн. О нем и идет речь в книге и в нашем интервью. Вообще, у Игоря Юрьевича уже семь изданных книг. Например, «Монетка на ребре», «Мивосибирск» и прочие. Признается, что любит фотографировать, особенно памятники и скульптуры нашего города. В его коллекции более 400 таких фотографий. А мы продолжаем нашу беседу. И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях писатель Игорь Маранин. Говорим мы о новой книге «Город Вестерн». В общем-то, город-то не один, а целых пять, как выяснилось. И начали немножко говорить о том, что было до. Это был Кривощоково, да, деревень такой, нулевой город. И что дальше? Ну, а дальше был первый город, естественно, которому в основном и посвящена вот эта вот книга. То есть, вначале мы излагаем свою концепцию вот этих пяти городов. Мы считаем, что, значит, города были разными. Почему? Потому что, во-первых, менялись люди. Менялись в такой значительной степени, что они, значит, начинали определять характер развития города. Во-вторых, менялось пространство. Вот, то есть, одни стани уходили, другие приходили, значит, появлялись целые новые районы, которые влияли на развитие города и так далее. И в-третьих, вы знаете, даже вот время, оно в разные периоды было разным. Вот многие новосибирцы знают, и об этом я и в мифосибирске упоминал, что в какой-то период нашей истории время на правом берегу отличалось от времени на левом берегу на час. Но очень мало кто знает, как в царской России до революции определялось время. Как? Тогда же не было часовых поясов. Тогда время, значит, определялось по особой формуле такое местное солнечное время. И когда в Петербурге было 12 часов, в Москве было 12 часов 29 минут, в Новониколаевске было 3 часа 32 минуты. Ну, 15 часов 32 минуты. А в Томске было 15 часов 40 минут. Вот тут даже время между Новониколаевском и Томском отличалось на 8 минут. Вот, кстати, интересный момент. Вот многочисленные споры, которые сейчас идут на Украину, или в Украину, правильно говорить по-русски. А мы открываем старые газеты, значит, железнодорожные расписания дореволюционные, и видим, что там написано на Россию, на Сибирь. И, соответственно, на Украину. Ну, да, но мы интересовались местными. Вот оно, даже где-то вот у нас есть такой раздел, как приложение, где мы собрали разные... Документы, да, я так понимаю, фотографии? Разные вкусности, вот такие вот. Вот сравнительная таблица времени, когда, значит, в Архангельске там 12 часов 33 минуты, в Одессе там 12 часов 2 минуты и так далее. Прежде чем позвать на свидание девушку, подумаешь 10 раз, да? Сколько минут, и как, значит, все это развивается. Секундочку, вот оно, зимнее расписание, когда написано на Россию, на Россию, и, значит, на Сибирь. Вот это, значит... То есть Сибирь не Россия, видимо, там была. А, кстати, да. Вот она Сибирь воспринималась совершенно отдельно. Это еще и Чехов упоминал, когда он ехал через нас. У него есть интересный разговор, который здесь вот на станции, деревня Почта есть, напротив Дубровина, он там переезжал. И вот там он и стал лодку, которая его перевезет через... И беседовал тоже с купцом, который проезжал. И вот он там подметил, что сибиряки, значит, отличали. Вот есть, значит, Сибирь, есть Россия. Это совершенно такие, для них были абсолютно разные величины, разные территории, разные пространства. А город Вестерн, значит, что вы спрашиваете, да, вот... Он рождался, как рождались во время освоения Америки, да, города... Ну, ковбоев-то у нас не было, я так подозреваю. Вы знаете, ковбоев не было, но перестрелки были не меньше. Не-не-не, да. Вот здесь мы, кстати, вспоминаем в этой книге эпизод такой, когда праздновали именины, значит, царя, обычно, значит, накрывали столы и так далее. Вот, когда у нас в Новониколаевске, ну, он тогда еще даже не назывался этим, в 1895 году, значит, решили отпраздновать и накрыть столы, то, значит, все перепрялись, началась перестрелка, и дело закончилось вот печально достаточно. Не очень хорошо, да. Ну, скажите, город Вестерн, он длился до какого периода вообще времени? Значит, первый город у нас заканчивается в 1921 году, когда, значит, сюда переехало, перевели сибирские столичные органы, и город стал сибирской столицей. Вот, умирал он как бы, у нас даже есть некролог, ему в книге, умирал он как бы в гражданскую войну, и вот до 21-го года. Вот, ведь у нас даже не было власти, у нас 7 лет управляли полицейские чиновники города. Тогда действительно Вестерн. Да. Вот. А потом, когда случился как бы пожар, вот этот страшный пожар 9-го года, центр выгорел, вот, деревянный, и стал строиться вот этот вот центр, от которого сейчас еще кое-что осталось, да, вот каменные здания, красные кирпичные. И начала постепенно меняться ментальность. Тогда построили вот эти кричковские школы. Ну вот, к сожалению, время поджимает, и я понимаю, что это уже совсем другая история. Город-столица, видимо, будет называться следующая книга. Как бы рабочее название ее «Город Красного Солнца». Об интересных историях Красного Солнца, я надеюсь, мы еще с вами поговорим в этой студии, а я напомню нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был писатель Игорь Маранин. Спасибо большое вам. Спасибо.